Что Бог требует? Бог требует, чтобы мы верили Его словам, а не словам людей. Мы должны следовать заповедям Божьим для нас, а не традициям человеческим. Это очень важно, чтобы мы это понимали. Потому что из моего опыта могу сказать, что так много смятения, неразберихи в этом бывает. Как я сказал раньше, что так много различных идей появляется везде, отовсюду, в интернете. Поэтому нужно ко всему этому относиться с пониманием. И нужно научиться распознавать, что Бог говорит на самом деле, либо это человек пытается сказать под словами Бога. Ну, типа, что это слова Бога. И нам следует... мы должны следовать заповедям Божьим, данным нам, а не традициям человеческим. Это не новое. Во времена Ишуа была такая же ситуация, похожая абсолютно. Когда Ишуа говорил, не следуйте, не поступайте по человеческим традициям, следуйте им. И также мы должны понять, что вера в Бога или вера в Бога не обязательно принятие каких-то религиозно-деномиционных доктрин. Так же вера в Бога, это не обязательно вера и доверие в учение какого-то человека. И хотя, возможно, они звучат очень красиво, очень так уважаемо. Либо, может быть, их личность очень харизматичная может быть. Ну, я не очень харизматичный, хотя, с другой стороны, не знаю. И если вера ваша основывается на доктринах, ну, с точки зрения доктрин, тогда у нас могут возникнуть серьезные проблемы. И об этом мы уже немного говорили раньше. И поскольку это начинает влиять на каждые наши поступки, на каждое наше верование, И нужно для этого научиться различать доктринальную веру и реальную веру, настоящую веру. И, наверное, в этот момент некоторые теологи захотели бы меня пристрелить из-за того, что я сейчас скажу. Но я верю, что это так и есть. Это не то, что другие говорят то, что они хотят, то, что Бог бы сказал. Нужно тоже распознавать, что Бог сказал, а что другие говорят под видом слов Божьих. Потому что, как я уже сказал, это становится мотиватором в нашей христианской жизни, мотивация наша, откуда приходит. Я хочу пару примеров дать. Первое. В наше время такое учение о основополагающей доброй природе человека. Нужно понимать, что вообще в мире происходит. Я с этим согласен. Но нужно также быть осторожным, что мы принимаем для себя. Так как очень легко податься этому влиянию. Это я вижу постоянно. Когда я общаюсь с пасторами, лидерами, или просто с церковными людьми. Иногда я хочу просто волосы на себе рвать. Да во что ты веришь вообще? Где твое основание? Это доктрина, это учение о основополагающей доброте, доброй природе человека. Это мусор. Потому что, если взять Римлянам 7,19. 7,18. Там Павел говорит, ничего нет доброго внутри меня. И все то, что в моей ветхой природе. Но все то благость, все то хорошее, что может быть во мне. И я не цитирую сейчас. Но единственное добро, которое может быть внутри меня, это то, что Бог вложит в меня. Позволь Ему. Позволь Ему вложить меня, если я полностью себя дам Ему. Поэтому никогда не могу говорить, что я хороший. И я такой идеальный. Как Ишуа тоже спросили. О, учитель благий. А Ишуа отвечал. Чего вы меня называете благий? Потому что никто не благ, кроме как Бог. Второй пункт в наше время. В наше время. Учение человеческое. Это, ну, эволюция. Учение о эволюции. И дорогие братья и сестры, и также все те, которые, может быть, будут слушать потом. Это в вашей церкви. Это в вашей общине. И с этим нужно бороться. Эволюция. Эволюция. Эволюция настолько стала приемлема, настолько стала распространена. И это учение эволюции принимает различные формы. Но все равно все сводится к одному. И я все еще верю. Я очень консервативна в этом плане. Бог создал небеса и землю. За шесть дней. День, который длится 24 часа. Я верю в это. В моем сердце. У меня никаких проблем с этим не возникает. Потому что моя вера в Богу. А не в то, что говорят люди. И это учение может принимать различные виды, формы в церквях. Как сказал Саша, что один день может лишать тысячи лет. Поэтому в многих церквях бывает такая теория. Да, Бог создал небо и землю. Но за шесть тысяч лет. И другие различные виды, формы. Но когда я читаю Слово, там все ясно говорит. Говорится. Как в Бытии один-один начале Бог создал небо и землю. И в другом месте ничто не было создано, кроме то, что Он создал. Без Него ничего не было создано. И еще Исайя 45, 18. Так говорит Господь, который создал небеса. Который создал и образовал землю. Который создал ее. И это был абсолютный порядок, а не хаос. И создал ее для того, чтобы была жизнь на земле. Я Адонай, я Господь, нет другого. Независимо от того, что ученые пытаются выдвигать. Все еще они не могли, не могут найти такого хорошего, можно сказать, основательного объяснения эволюции. Однажды я общался с одним ученым. И это тема была тема эволюции. И у нас была очень длинная дискуссия с Ним. И Бог дал мне мудрость для того, чтобы хорошо отвечать или срезать все Его теории, которые Он говорил. И в конце я спрашиваю Его, ну, ты все еще веришь в эволюцию? Он задумался на минутку. Он говорит, да должен же я, я должен верить. Потому что единственная альтернатива этой теории, это Бог создал, Бог сделал. И я не могу этого принять. Он не мог этого принять. И такая проблема есть вообще у многих ученых. Они знают, что это неправда. Они знают, что это просто теория. Просто теория. Но единственная теория этой теории, альтернатива этой теории, это то, что Бог создал. А для них это неприемлемо. Все начало существовать через Него. И без Него ничего не произошло. Третье. В наши дни человеческая доктрина Человеческая доктрина как мультикультура Культурализм Или мультикультура Или другими словами, все религии ведут нас к Богу. Можете ли вы согласиться с тем, что это также входит в наши церкви, общины? Потому что так есть. Есть много, много, много таких, Которые говорят, либо принимают этот факт. Они говорят, что вера в Аллаха то же самое, что и вера в Яхве. Нужно быть очень внимательным. Божье Слово ясно, четко. И Иоанна 14,6 Никто не может прийти к Отцу, кроме как через Господа Иешуа. Очень важно, чтобы мы стояли на этом крепко, твердо. Чтобы мы знали, что говорит Слово Бога. Божье Слово говорит. Четвертый момент. В наше время существует много способов, много способов, как по различным чувствам или эмоциям людей они должны, либо могут поклоняться Богу. Некоторые из этого, это хорошие вообще, хорошие вещи. Но некоторые из них могут приводить к какой-то типу эксцесса. Эксцесс? Эксцесс, да. Можете повторить это опять? Да, окей. Но можно сделать это легче? Я сделаю свое место. У людей бывают различные чувства, эмоции, понимания. Как можно поклоняться Богу. Некоторые из этих пониманий хорошие. А некоторые из этих способов поклонения могут нас вообще увести от смысла поклонения. И как написано в Иоанна 4,24, Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине. Это ключевой момент, можно сказать, если вы смотрите на различные формы поклонения. Поклонение всегда должно нас как бы сосредотачивать на Боге. И Иешуа. Если это поклонение вас отвлекает от Бога и от Иешуа, тогда что-то неправильное. И нужно тогда очень осторожно и внимательно к этому подходить. Иногда у меня такое бывает понимание, ощущение, что в нашем поклонении должно восстановиться это изумление, это почтение и страх перед Богом. Иногда мы зацикливаемся на таком состоянии, счастливый, счастливый, счастливый. Но иногда бывает такое время, что мы приходим, если Божья слава сходит, как и читаем в Писании, приходит слава Божия, с которой приходит это почтение к Богу. Люди падают на колени и плакали, когда Бог приходит, когда Бог сходит. И в этом смысл поклонения. Принести присутствие Бога. И когда Божье присутствие среди нас, иногда это будет больно. Так как нужно понять, что Бог есть Бог. Если вопросы, то только на потом. Пятый пункт. Сегодня, очень часто, мы думаем о том, что нужно подчеркнуть Бога, чтобы подчеркнуть то, что мы preferим.